Сейчас при определении налоговой базы используется интернационная стоимость объекта недвижимости. Такая оценка учитывает себестоимость здания при строительстве и износ. И может быть ниже рыночной в несколько раз. Кадастровая стоимость, напротив, учитывает коммерческие данные объекта, то есть его расположение, сегмент, поэтому максимально приближена к рыночной. Именно кадастровая стоимость теперь станет налоговой базой. Право определять налоговые ставки отдали муниципалитетам. На заседании городской думы на днях было принято решение. Теперь в Губкинском действуют ставки. 0,1% для жилых домов, квартир, гаражей, машин и мест, незавершенного строительства жилых помещений, а также дачных хозяйств площадью не более 50 квадратных метров. 2% в отношении зданий административного, делового и коммерческого назначения. И 0,5% для прочих объектов. Закон вступит в силу с 1 января 2015 года. Все изменения, которые касаются налоговой имущества для физических лиц, распространяется у нас с 1 января 2015 года. То есть, соответственно, мы налог будем оплачивать в 2016 году до 1 октября. Кадастровую стоимость объекта можно узнать несколькими способами. Эти данные доступны на сайте Росреестра. В разделе «Электронные услуги» нужно перейти по ссылке «Справочная информация» по объектам недвижимости онлайн. Указав в форме адрес квартиры или другого объекта, можно узнать его кадастровую стоимость. Кадастровая стоимость будет актуальна на срок от 3 до 5 лет. Затем будет проводиться переоценка. Данные о кадастровой стоимости вы можете посмотреть на сайте Росреестра. Рост налоговой нагрузки будет зависеть от того, насколько адекватно будет проведена кадастровая оценка и не придется ли собственникам недвижимости платить налог с завышенной кадастровой стоимости. Стоит отметить, что новый закон предусматривает сохранение уже действующих налоговых вычетов и применение новых. 20 квадратных метров для квартиры, 10 квадратных метров для комнаты, 50 квадратных метров для жилого дома или же миллион рублей для многоквартирного комплекса, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение. Таким образом, если у вас, например, в собственности квартира в 50 квадратных метров, за 20 из которых налог не платится, а кадастровая стоимость объекта 2,5 миллиона рублей, то сумма в год составит 1500 рублей. Алексей Бычаев, Александр Анфимов, Ильша Тракаев, Новости Губкинского.